Атеросклероз опасен бляшками, ишемией, с дальнейшими инсультами и инфарктами. Знаете, метаболическая активность артерий такая же высокая, как и у печени, и потому значение лимфы тут особенно важно понять. Атеро в переводе кашется, склероз затвердение. Главная проблема атеросклероза, что не понимается многими врачами в работе лимфы. Далее подробно поясню. Проблема лечения, незнание медиками лимфологии, без чего вылечить атеросклероз, не выйдет. А вот чтобы понять, как растворить бляшки, как убрать атеросклероз, надо вам рассказать про лимфу. Наперед скажу, что основополагающее видео про лимфу у меня было, ссылку оставлю. А теперь слушайте. Стенки артерий питаются сами, тоже через микрососуды, микрокапилляры. Но отходят от артерий не только микрокапилляры кровеносной системы, но и микрокапилляры лимфатической системы, дублирующие кровеносную. Далее по лимфатическим сосудам лимфа течет в защитные лимфатические узлы. Об этом в своей лекции про лимфу я подробно рассказывал. Так происходит во всех артериях, всех органов и тканей нашего тела. Внутри артерии всегда есть холестерин, точнее холестерол, как есть и много всего иного, и это нормально. Но он, холестерол, устремляется к участкам сосудистых стенок, где есть воспаление. При участии иммунных клеток холестерол формирует холестериновую бляшку. Она постепенно кальцинируется. Если свободного кальция в крови много, а когда его много, и это неправильно, а когда дефицит витамина К2, посмотрите мою лекцию про К2 и обязательно принимайте липосомальную форму витамина К2, чтобы кальций, во-первых, не гулял по сосудам и, во-вторых, не вымывался из костной системы, чтобы она оставалась крепкой. Да, для этого нужен не только витамин Д3, чтобы кальций поступал в костную ткань, но и К2, чтобы он не вымывался оттуда. Все ссылки оставлю. Так вот, если свободного кальция в крови много, если недостаточно при этом витамина К2, а это всегда в связке происходит, то бляшки твердеют. Так формируется классический атеросклероз. Ну а задача лимфатической системы выполнить дренаж и тем самым детоксикацию в том числе сосудов. А в сосудах ускоренный метаболизм. И значит, действие лимфатической системы особенно важно. Задача организма вывести через лимфу весь состав холестериновых бляшек. И только так они удаляются из сосудов. И вот это врачи, как правило, не знают, не понимают. Холестерин, точнее, холестерол, захватывается макрофагами. Это такие иммунные клетки наши. Они пытаются его проглотить и уничтожить, и превратить в так называемые пенные клетки. Иммунитет атакует и эти пенные клетки тоже. Тут уже подключаются Т-клетки иммунной системы. И все замыкается в круговую цепную реакцию. По сути, пенные клетки и формируют бляшки. Лимфа же стремится накопленный холестерол вывести из сосуда. К сосудам артерии снаружи подходят, как я уже говорил, лимфатические капилляры. И они выполняют детоксикационную функцию в артериях. Есть об этом книга, кто не знает и не верит, но хочет понять. Называется «Морфогенез атеросклероза». Авторы Анастиади и Нагорнив. Лимфатическая система захватывает и уничтожает все высокомолекулярные вещества, в том числе холестерол. Напомню, в крови не должно быть высокомолекулярных соединений. И вот в том числе белков. А низкомолекулярные, вот аминокислоты, например, то есть составные части белков, это да. И также с остальными любыми сложными веществами. Кстати, про мясо и про высокомолекулярные белки в этой связи я объяснял подробно в моем видео. Мясо надо есть. Это очень важное видео в этой связи, поскольку я коснулся темы высокомолекулярных соединений, будет не лишним вам посмотреть, чтобы понять аналогии. Ссылку оставлю. Еще очень важный момент. Лимфатические узлы городского жителя не розовые, как в норме, а серые. Так как воздух ядовит, а люди этим дышат. А ведь именно лимфатическая система в организме является как бы канализацией организма. И токсичные вещества, тяжелые металлы, по ней в основном удаляются из организма. Я это объяснял в своей лекции про лимфу. Но это сейчас я не просто так пояснил вам. Слушайте далее. Эти дополнительные неестественные загрязнения затрудняют воведение токсичных веществ и высокомолекулярных соединений, в том числе холестерола по лимфе. То есть затрудняют ее работу. Добавим к тому загрязненные продукты, маргарин и прочие трансжиры, канцерогены. Лимфатическая система в наши дни перегружена у всех людей, особенно городских жителей. Также, внимание, лимфатическая система реагирует на раковые клетки. Она должна выводить продукты их распада от работы иммунной системы, которая до поры до времени побеждает, уничтожает образующиеся каждый день раковые клетки. Вот почему в городе с раком бороться гораздо сложнее и труднее, чем за городом, на природе. Если вы хотите знать все варианты, что же делать, как уберечь себя от этого ужаса, не травиться больше, и даже вывести из организма хотя бы тяжелые металлы и, возможно, радионуклеиды, а это реально, то слушайте дальше и очень внимательно, как именно. Если вы все-таки не будете менять место жительства, скажем, переезжать из города в экопоселение, а их сейчас немало. И, кстати, я оставлю вам ссылку на то видео, в котором я приглашал желающих из числа моих зрителей другого канала «Жизнь на земле» переехать вот в такое место. Но если для вас это невозможно, неприемлемо, вас что-то держит как клещами в городе, в вашей квартире, даже если она выходит, скажем, на какое-нибудь шоссе, на трассу, или вы не можете пойти на эти шаги по каким-либо иным причинам, даже ради своей жизни, а жить все-таки при этом хотите, то поясню, как и чем хотя бы вывести из организма тяжелые металлы и прочие отравляющие вещества. Так что же делать? Главный вопрос, правда? Что же делать? Как вывести и можно ли вывести тяжелые металлы из организма? И ответ – да, можно. И не только тяжелые металлы, и даже радионуклиды. Это комплексный подход, который заключается в применении природных средств, которыми владеют науки фито- и фунготерапии. А именно, фунготерапевтами разработан набор, состоящий из грибного препарата дождевика, который сорбирует и выводит тяжелые металлы и радионуклиды из организма. После Чернобыля были проведены опыты, и я в своем видео про гриб-дождевик это все рассказывал. Сколько штук, какого размера дождевика надо вырастить, чтобы на квадратный метр вытащить определенное количество радиации. Даже такие опыты советские годы после Чернобыля проводили. И гриб-дождевик – чуть ли не единственный природный объект, который способен лучше всего остального вместе взятого выводить радионуклиды из организма. И тяжелые металлы тоже, конечно. Так вот, препарат этот специально приготовлен из естественно экологически чистого сырья, иначе смысл. В составе набора также есть препарат трутовик лиственничный. Трутовиков много, именно лиственничный. Об этом тоже видео у меня было, можете посмотреть. А он очищает и укрепляет печень, главный наш фильтр организма. Также набор состоит из других компонентов. На этот набор я оставлю вам верхнюю первую ссылку в описании под этим видео. Плюс к тому, очень желательно, я рекомендую, применять совместно комплекс, разработанный великим ученым профессором Исаевым. На моем канале есть целый раздел, плейлист по лекциям, видео с профессором Исаевым. Я ссылку вам на этот плейлист оставлю тоже. Так вот, речь идет про его два препарата. Это марина и латалсиленом. Марина, чтобы вы знали, была создана по заказу правительства СССР после Чернобыльской катастрофы для защиты и выведения радионуклидов и тяжелых металлов из организмов спасателей-ликвидаторов. Сейчас эти препараты фактически доступны и для вас. Так не упустите же такую уникальную возможность. Если, конечно, вам ваше здоровье и жизнь дороги. Что входит в набор? Как применять тот или иной компонент? Все подробно расписано у меня под этим набором. Ссылки все необходимые я оставил вам под этим видео. Смотрите мои видео, о которых я говорил. Знаете, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира. От Грузии и Казахстана до США и Германии. Подпишитесь на мой данный канал, нажмите под ним на слово подписаться, вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомления, и выберите все видео. Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут и подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, Ютуба. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть мы вместе поможем, наконец-то, людям стать здоровыми и активными. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!